Девчонки, решила вам по шутку показать. Привет всем! Привет! Пашуля, ты шо спишь? Давай-ка, передай привет моим зрителям. Пашечка, шо ж ты заколдованный сегодня? А? Шо случилось? Дремаю и дремаю. Пашуль. Вот, вот, кусючий кот, когда он не любит, чтоб его трогали. Пожалуйста, пожалуйста, хищник. Вот такой вот хищник. Пашулька, ты же воспитанный котик, а? Паш? Воспитанный, че не воспитанный? Пашутка, я думала, ты порадуешь моих зрителей. Малыш, босурмака. Скажи, я дремаю, ты ко мне лезешь. Да? Все, Пашенька, оставляю тебя в покое. Девчонки, я же ругалась-ругалась на Эдичку и забыла вообще про мамкину шубу. Название у Самвела. Мама узнала про шубу, что Машке отдал. Я об этом сказала. Но обзор я на эту тему вообще не сделала, ребята. Ой, Эдичке досталось, конечно. Продолжу. Пару слов еще про Эдю скажу. Посмотрела я к ци чудо-юдо Ставропольское. С днем победы, воно поздравляла. У тебя еще рот открывается, эти слова произносить. Не стыдно тебе? Уже бы закрыл ту ротягу, сидел бы себе молча, не вякал. Правда, ребята, позорище. Это разве день победы? Это день позора и поражения. Я не хочу сейчас уходить в эту военную тему, потому что обзор совершенно по другому поводу. Но это же позорняк страшнейший на весь белый свет. Я думаю, вы все видели эти поздравления, этот позорный парад без авиации, потому что отменили погода нелетная, а небо было ясное, голубое. Мне стыдно, так стыдно. Вот этот испанский стыд, и я все думаю. Ну, шо ты там, великая, великая держава? Обосралась совсем, да? А мы все смотрим на тебя и думаем, скоро ваш конец. Вот-вот, ребята, скоро-скоро. Два-три месяца. Ну, может быть, четыре. Ну, скоро вам параша, параша просто, бачок высливной. Скоро вам конец. Кранты. И в нос и дыть, вот эта ставропольская амеба, это жгутик этот одноклеточный, он там еще что-то поздравляет. Боже ж ты мой! Противно слышать и слушать. Девочки, шо с этими котами? Вот я давным-давно хочу задать вопрос, я забываю. Что с котами в этом ставрополье? Посмотрите на эту мурочку черненькую. Вон уж, бедные, худющие такие, ребра пересчитать можно. Ходит, вот ходит вот так вот, один позвоночник. Светится просто. Это разве... Их там вообще кормят, нет? И почему они постоянно орут? Они все время орут. У меня Пашка в жизни никогда мяу тебе не скажет. Но если там его доставать, цепляться к нему со своей любовью, да, Пашунька, хочется на руки там взять, потискать, ну хоть чуть-чуть как-то приобнять его, он тогда может возмутиться и сказать, ммм... Ну чтобы так вот орали постоянно коты мяу, мяу, мяу. Этот бедный кабанчик, это мурочка. Я посмотрела на нее, сердце кровью обливается. Шо ж воно такое худющее, як змеючка повзе. Боже ж ты мой. Жлобы есть жлобы. Это те любители животных. Это добродушная, такая любвеобильная гульнаска со своими девочками. Да накормите вдоволь тваринок этих маленьких пушистиков. Подставьте еду. Где вообще еда? Вы хоть раз видели еду у этих кошаков? Где она стоит? Это же не собака, это коты. Они не будут есть больше, чем им нужно. Поставьте им этот сухой корм и воду. Утром, в обед, вечером водичку поменять надо на свежую. А корм должен быть в доступе всегда. Они подойдут покушать, когда им надо. Они много не едят. Ой, ребята, умудрилась. Как? Я не представляю. Вот это вот. Не знаю, какое слово подобрать. Вот и педечка. Он опять дрелью в кабель попал. Как вам нравится? Два слова, ребят, всего скажу. Знаю, что эта тема всем уже вот здесь надоела. Два слова, девочки, скажу. Лист гипсокартона. Послушайте. Вы только послушайте. На саморезы крутит. Лист гипсокартона. Присверливает просто. Нормальный чувак вообще. Дырки такие просверлил. И, естественно, заехал в электрический провод. Прямо по центру. Но, Эдя, я в тебе вообще не сомневалась. Я в тебя верила, Эдечка. Пока ты показываешь свою никчемную, эту ужаснейшую, отвратительную жизнь. Это даже не жизнь. Это какое-то существование в этом мире. Притом, девочки, мужик имеет деньги. Деньги имеет. Вон, ну, в кабель въехала. Надо еще что-то объяснять? Вам надо еще что-то рассказывать? Я думаю, не надо. Мы не будем тратить свое драгоценное эфирное время. Ой, ребят, о чем хочу сказать? Прошу бы мамкину. Потому что ни слова же я не сказала. Эдю поругала, повозмущалась из штанов, выпрыгивала. Он меня достал. Он меня просто вывел из себя с этими своими оценками, похвалы, с вот этими вот рассуждениями про нашу с вами жизнь в Украине, как мы жили при Януковиче, как нам сейчас херово, понимаете, выбесил просто. И я забыла про эту шубу абсолютно. Самвел послушал мамку. Видать, маму там занесло не в ту сторону. Я так подозреваю, потому что видно монтаж, нарезка. Самвел там что-то вырезал в своем видео. И маму, видать, понесло по поводу Эдички. Что-то она там языком своим ляпала. Самвел, чтобы увести разговор в сторону, благополучно перепрыгнул, сменил, так скажем, направление вектора. А шубу я твою отдам. Вот так, вот так, отдам. Вас не удивило, ребят? А что это за спокойствие у Васильевны такое? Нет, вообще нормальный бы человек, наверное, так бы и воспринял. Ну, где-то бы посетовал, где-то бы расстроился, наверное, где-то бы, может, возмутился. Ну, на этом и все. Вот так, как вела себя Васильевна, вот в этом видео. Вот это нормальное поведение. Но мы-то с вами знаем, что мамке это не свойственно. Что она такая спокойная? Вас это не удивило? У меня где-то какое-то сомнение закралось. Вы знаете, мы же все знаем Самвела. Он может где-то что-то подстроить, где-то соврать, а потом скажет, а я вам сбрыхал, га-га-га. И подумалось мне так, не разыграл ли он нас? А потом поедет к мамке в гости, достанет эту шубку и скажет, вот, а вы думали, а вы говорили. Как я так бы смог? Нет, вот эта шубка я маме привез. Могло такое быть? Ну, могло, конечно же. Потому что очень-очень спокойно и как-то абсолютно адекватно мамка отреагировала на это все. Ну, серьезно. Как-то на нее это не похоже. Ну и, девочки, я еще все-таки надеюсь, что Маша не такая. Ну, вот не могла нормальная женщина. Ну, вот все те зрительницы, которые в комментах защищали Машу и говорили, что я не права и правильно Маша сделала. Я знаю, почему вы так говорите. Потому что вы ненавидите мамку Татьяну Васильевну, потому что она у вас вызывает только одни негативные эмоции. Да, я это все понимаю. Ну, поставьте себя. Вот возьмите данную ситуацию. Возьмите себя и поставьте на место этой Маши. Чужой мужик перед вами. Пусть сам Велл. Ну, через экран мы видим этого героя, но вы ведь с ним не знакомы. Он для вас абсолютно чужой. Ну, так получилось. Вы в одной компании. Можно пообщаться. Можно сходить в филармонию. Можно даже в ресторане побухать. Окей, все нормально. С чужим, там, малознакомым человеком. Окей, хорошо. Но брать подарки, сомнительные при том подарки. Во-первых, это бывшенная вещь. Согласны? Это вещь не самого хорошего, не в самом хорошем состоянии находится. Получается, как бы, на тоби боже, шуменины боже. Уже сам Велл выставил все видео, что мама раскритиковала эту шубу. Рвань, дрянь, грянь и все такое в подобном роде. Уже эти дырки наружу всплыли. Уже выяснили, что в этой шубе лет 15-20. Она пересохла, она расползается. И оценные потребства тебе дарят. Вы не считаете это оскорблением женщины? Ведь Маша женщина. Ребят, вот каждый из вас, сейчас я обращаюсь, зрительницы. Себя поставьте на место Маши. Ну, померили бы эту шубку ради размера, чтобы сам Велл посмотрел, как размер для мамы. Чтобы понимать, подходит маме, маме подходит эта шуба или нет. Примерить еще можно. Ну, вот я себя представляю. Ну, мне бы сказали, ой, запирай Анжела себе. Ну, во-первых, не оскорбляй меня таким подарком. Ну, во-первых. И во-вторых, зачем мне чужой подарок? И Маша про это знала. Это подарок. Я буду настаивать, девочки. Так воспитанные культурные люди не поступают. И я сейчас не про Сам Велла. Там воспитание ноль. Мы все это понимаем. Знаем, в какой среде он воспитывался и рос. Я про Машу. Это не твой подарок. Это уже подарено матери. Это уже заявлено. Про этот факт знает весь Ютуб. И тебя сейчас снимают. Он не втихаря ей подарил так, чтобы потом никто не знал. Тебя он снимает и показывает. И ты так скромно соглашаешься это брать. Вы считаете, что это поступок достойной, нормальной женщины? Вы будете меня продолжать в этом убеждать? Ребят, не разочаровывайте меня, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста. Представьте себя на месте Маши. Ваши комментарии, конечно же, я почитаю. Но, но, ребят, вот это пресловутое оно у меня все-таки где-то еще с занозой сидит. Вот галочку я себе такую еще поставила. Может быть, все-таки эта шуба никому не подарена. Это был просто развод зрителя. Ну, контент. Опять же, такой контент. Иначе, ой, бабоньки, иначе, если это все так, как преподнес нам Самвел и действительно Маша взяла вот такой вот подарок, и она его все-таки взяла, я начинаю разочаровываться вообще. Неужели так можно поступать? Женщины, оставайтесь женщинами в любой ситуации. Жду ваших комментариев.